МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 100 забегов, я так понимаю, за историю увлечения спортом. Расскажите, что это за забеги, сколько уже занимаетесь, почему выбрали именно этот спорт? На данный момент 115 забегов с препятствиями. В России они у нас официально появились в 2013 году. Это была пробная гонка героев Валабина. Я начал заниматься в 2015 году этим видом спорта. И вот уже 4 года непрерывно я занимаюсь экстремальными забегами с препятствиями. Ну, это относительно новый вид спорта, хотя в мире он появился достаточно давно, но набирает популярность именно в данный момент. Почему? Потому что он тяжелый, он интересный, и если делать все правильно, он очень зрелищный. Я надеюсь, что в ближайшее время это не только будет видом спорта, но и он будет включен в олимпийскую программу. Ну, я так понимаю, вы уже прям готовитесь к олимпийским соревнованиям. А где проходят ваши тренировки, и сколько у вас единомышленников в Одинцовском округе, в Подмосковье, может быть, в России? На данный момент говорить про олимпийские соревнования, я думаю, рано. Мы занимаемся в Одинцово на трассе Ларисы Лазутины, Одинцовский парк. В нашей команде в чате насчитывается около 100 человек, но, понятное дело, что на тренировки постоянно все не могут приходить. Тренировки проходят два раза в неделю, они абсолютно бесплатные, абсолютно для разного уровня подготовки людей. Проходят они во вторник и в четверг, но они идут вечером, то есть в 8 часов вечера. Соответственно, кому-то приходится под это подстраиваться время. Тем не менее, у нас есть профессиональные спортсмены, допустим, как я, которые занимаются этим очень давно, и есть люди, которые только-только пришли и для себя хотят открыть этот новый вид спорта. Дело в том, что наши тренировки проходят в таком формате, что не обязательно готовиться именно к экстремальным забегам с препятствиями. Можно просто прийти на... побегать с нами, можно позаниматься оздоровительной физической культурой. И в третьей части нашей тренировочной методики как раз уже непосредственно прохождение препятствий, отработка техники, прохождение различных рукоходов и так далее. И это уже для людей, которые хорошо физически развиты и готовы именно к вот этой части. Из какого спорта к вам легче всего прийти? Или абсолютно неважно, и возрастной цен заинтересуется. Скольки лет можно прийти к вам и заниматься? Из какого спорта пришел человек, абсолютно неважно, если он хочет заниматься для своего здоровья. Вообще у нас добиваются успехов на данный момент люди из циклических видов спорта. Это бывшие или действующие лыжники, это марафонцы, то есть бегуны на любые, в принципе, дистанции. То есть здесь нужна общая физическая выносливость и специальная выносливость. И это люди, которые занимались, допустим, скалолазанием, потому что очень важен крепкий хват. Я лично пришел из единоборств. Я с 6 лет занимаюсь спортом, 8 лет я посвятил каратэ, потом, когда служил в МВД, занимался боевым самбо, потом стал заниматься фитнесом, оздоровительной физической культурой. И вот на данный момент моим увлечением уже 4 года являются экстремальные забеги с препятствиями. Соответственно, у нас есть даже люди, которые, в принципе, ничем не занимались, проходили мимо, увидели, заинтересовались, спросили, решили попробовать и втянулись. Возраст я бы не рекомендовал заниматься пока детям. Я бы рекомендовал заниматься, наверное, с возраста уже подростка, когда человек самостоятельно может добраться до парка в 16 лет, допустим, это уже, мне кажется, можно, потому что тренировки начинаются в 20 вечера и могут заканчиваться в 10 вечера для детей, и это позднее время. Если они пришли с родителями, пожалуйста, мы придумаем, чем им заняться. Но самостоятельно я бы не отдавал ребёнка на наши тренировки, потому что мы не являемся каким-то клубом подготовки, то есть мы не являемся секцией, мы объединение людей, которые объединились для общих целей, для общих интересов. И, соответственно, не всегда можно уследить за детьми. А в верхний порог, ну, каждый несёт самостоятельную ответственность за своё здоровье. И если это будет человек, которому далеко, там, за 60, за 70, то здесь уже высокие нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Нужно понимать, что это тяжёлый вид спорта, поэтому я бы не рекомендовал людям, которые уже пожилые, для них есть другие виды спорта, те же, там, скандинавская ходьба и так далее. Вот. Но я думаю, что каждый для себя сам может определить, прийти, попробовать и решить, нужно ему это или нет. Давайте объясним для телезрителей бег с препятствиями. Всё-таки это экстремальный, я так понимаю, вид спорта. Вот как понимать, что такое препятствие? То есть человек выбежал в лес и побежал по врагам, по болотам, в общем, через реки, или это какие-то инженерные сооружения, конструкции? Как проходят эти соревнования? Где они проходят? Это всё. Соревнования эти проходят на открытой местности в большинстве случаев. Это и болото, это и буреломы, это и пересечение рек, озёр, оврагов, карьеров. Это, если мы рассматриваем естественные препятствия, которые могут быть. Также это инженерные конструкции, рукоходы различной сложности. И в зависимости от организации, в зависимости от того, насколько долго определённая гонка занимается организаторской деятельностью, эти препятствия усложняются. Это может быть что-то сделанное из дерева, а могут быть уже сложные конструкции, металлические фермы и так далее. Основа всего – это крепкий хват, руки, гибкость, подвижность суставов и бег. Плюс летом, весной у нас есть элементы с плаванием. Даже те люди, которые не умеют плавать, для них есть жилеты отдельно. То есть, целое препятствие, допустим, переплыть через реку. Человек подбегает, если он готов, он сразу ныряет и плывёт вдоль разметки. Если он не готов, он надевает на себя спасательный жилет и также переплывает. Да, конечно, там всегда организаторы следят за безопасностью, есть спасатель на месте и так далее. Но для некоторых это может быть психологический страх. Преодолеть такое препятствие. А так они на данный момент не стандартизированы, потому что вид спорта только принят. Нет общих стандартов каких-то, есть только примерное понимание, в каком направлении двигаться. И каждый организатор, в принципе, может придумать сейчас что-то своё. Так, ну я так понимаю, что если уже в реестре этот вид спорта, значит, наоборот, нужна стандартизация. Кто этим будет заниматься и как все организаторы этих гонок в средстве вместе стандартизируют именно эти трассы, эти все препятствия. Вот как вы считаете, вы всё-таки вице-президент. На данный момент у нас есть три федерации в России, которые занимаются развитием забегов с препятствиями. Есть Всероссийская федерация, благодаря которой, на мой взгляд, и, собственно, благодаря их работе, и вид спорта и был признан. Потому что здесь большую часть занимает бюрократические моменты, юридические моменты. Это разработка методик, это разработка стандартов, это разработка конструкции препятствий таким образом, чтобы они были безопасны. И всё это должно не только быть построено как опытный образец, но и быть прописано на бумаге, и чертежи все должны быть, и, соответственно, требованиям стандартов государства, требованиям стандартов Министерства спорта и прочее. Всё это должно подходить. И вот у нас есть Всероссийская федерация гонок с препятствиями. Они занимались конкретно этим вопросом с 2018 года. И, наконец-то, лёд сдвинулся, благодаря их работе было принято решение о признании гонок с препятствиями видом спорта и внесении их в реестр видов спорта. Кроме этого, есть ещё две другие федерации. Например, я отношусь к федерации спортивных забегов с препятствиями ФОСР и являюсь вице-президентом московского отделения этой федерации. На данный момент в нашу федерацию входят несколько независимых проектов, независимых гонок, такие как Москва Рейс, Норд Рейс, Петербургская гонка, это Игл Рейс, Дагестанская гонка, это партнёры наши Бизон Рейс, гонка, которая в Республике Беларусь. Собственно, мы здесь, на территории Одинцова, на данный момент будем готовить, наверное, к весне гонку Дир Рейс. Дир – это олень, олень неспроста, потому что у нас символ города олень, соответственно, мы тоже хотим свою региональную гонку здесь подготовить. И вот разработкой стандартов сейчас внутри нашей федерации занимаются как раз организаторы вот этих независимых суверенных гонок. Но мы все вместе общаемся, постоянно встречаемся, обмениваемся опытом, обмениваемся препятствиями. И самое главное сейчас изготавливать такие конструкции, чтобы они были безопасны для спортсменов. И есть ещё одна третья федерация, о ней тоже стоит упомянуть, это Ассоциация по развитию забегов с препятствиями, это Лига Героев, это Гонка Героев. Они на данный момент тоже ведут большую активную работу, не всё я про них знаю, тем не менее являюсь членом всех трёх федераций. Действующим. Ребята тоже занимаются своим проектом, тоже участвовали в том, чтобы этот вид спорта был признан. В общем, все три федерации занимаются немножечко своим делом, но тем не менее мы все вместе развиваем спорт. Идут к одной цели, в общем. В Одинцовском округе, как вы считаете, где можно провести такую гонку? Ну, мы инженерные конструкции не берём, и, в принципе, можно поставить где угодно. А вот именно где? Ведь округ очень большой, и Звенигород, и сам город Одинцово. Как вы считаете, в черте города, в лесу, где-то возле трассы? На данный момент мы мечтаем и планируем провести на нашем парке, в культуре отдыха, в Лазутинском, эту гонку. Потому что там подходящий рельеф местности. Нам важны в нашем виде спорта перепады высот. Плюс там есть лесные озёра, которые можно тоже как препятствие использовать. И единственный момент такой, что в нашем парке нельзя ничего вкапывать, потому что там есть культурное наследие, которое нельзя затрагивать. Соответственно, нам нужны препятствия в виде металлических ферм на распорках. А они дорогие. И на данный момент мы ищем возможность финансирования. Поскольку мы теперь являемся официально федерацией, я думаю, что нам удастся взаимодействовать с администрацией Одинцовского городского округа. И данный момент мы решим в ближайшее время. На весну мы планируем провести первое мероприятие. Возможно, оно пока будет без сложных инженерных конструкций. Но, тем не менее, мы хотим сделать это в Одинцово. Более того, мы хотим сделать Одинцово столицей подмосковного ЦР. У нас всё для этого есть. И мы здесь все живём, мы тренируемся на этой территории. Мы её знаем просто каждый сантиметр этой территории. И мы хотим, чтобы люди с Московской области, чтобы люди с Одинцовского городского округа, да и, в принципе, со всей России, приезжали к нам и соревновались на нашей земле. То есть вы не зря тренируетесь уже на Лазутинке, да? Это с таким уже шагом вперёд, что, возможно, там пройдут и соревнования. Правильно я понимаю? На Лазутинке я тренируюсь всю свою жизнь, потому что в своё время был сборной школы, своей Захаровской среднеобразовательной школы побегу. И мы сюда, на Лазутинку, приезжали соревноваться в составе школ. Поэтому трассу я это ещё тогда знал, когда не было никакой инфраструктуры. Были просто тропы. И на данный момент сейчас там такая хорошая инфраструктура. У нас там есть раздевалки тёплые, да? У нас есть прекрасная стартовая зона. У нас есть асфальтированные участки. У нас есть специально проложенные трассы с перепадами высот, с подъёмами, со спусками. Там прекрасная инфраструктура, прекрасная парковка. Нужно делать у нас. У нас всё как бы для этого готово. Нужно просто привезти сюда качественные препятствия, построить их здесь и пригласить людей. И тогда они посмотрят просто, какой у нас прекрасный город. И что здесь можно регулярно сюда приезжать и соревноваться. Я уверен, что Одинцова прекрасно подходит для этого вида спорта. Как у Бывалова, хочется спросить, какие самые сложные за всю историю вашего увлечения этими соревнованиями, самая сложная трасса, самые сложные соревнования. И что чувствует спортсмен, когда он преодолел всё? И прошёл и болото, и инженерные конструкции. Самая сложная гонка в Европе, и мне не дадут соврать, и со мной согласятся наверняка, 99% спортсменов находится в Республике Беларусь, в городе Логойск. Это Бизонрейс. Она самая сложная, во-первых, потому что там рельеф местности. Это горнолыжный курорт. Соответственно, там такие подъёмы, там такие спуски. И на этой территории организатор этой гонки расставил просто бесчеловечные препятствия, которые очень тяжёлые в прохождении, и тем самым они нам всем нравятся. Это не просто гонка, это целый фестиваль. То есть туда приезжают люди со всех концов России и Белоруссии. И это может быть от полутора до двух тысяч спортсменов. И эти соревнования, они проходят не в один день, они проходят в течение трёх дней. Это может быть пятница, суббота и воскресенье. Это не одна гонка, это несколько форматов гонки. Это трасса спринт короткая, это трасса лонг длинная, 15 километров. И, соответственно, добавляется препятствие. Это командная гонка, это эстафета с передачей, соответственно, какого-то участка трассы своему члену команды. Это open-старты для неподготовленных спортсменов. То есть там очень много форматов. И мы то же самое хотим сделать у нас. Чтобы это была гонка не одного дня, а чтобы это была масштабная гонка, масштабный проект, где могут поучаствовать как юниоры, так и дети, так и профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители. Люди, которые просто пришли в первый раз попробовать сделать для них формат лёгкий какой-то, совершенно. И также люди с ограниченными возможностями здоровья, чтобы тоже могли участвовать, собрать всех и всех приобщить к спорту. Я желаю вам успехов в вашем начинании. Спасибо большое. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.